Книга «Открытым оком», 22 том, вопрос, 2459, взаимоотношения. Почему Зою Крахмальникову так быстро забыли и зарубежные, и местные церковные деятели? Она же хотела и тем, и другим добра. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не совсем забыли, иногда и печатают что-то. А вообще-то всё скоротечно, и нет ничего постоянного. Разве люди не слышали о Достоевском, о Надсоне и о многих других добрых людях? Но в конкретной жизни с утра и до вечера, где они и как влияют на жизнь нашу? Мы более зависим от городского транспорта, от телефона, от разбой, от чиновников, от зарплаты, от пенсии, от растущих цен. Только очень немногие искренные и глубоко верующие люди помнят о душе ежеминутно. Не смирятся пред лицом вечности. А остальные верят от посещения храма до грома в небесах. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни всё будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Зоя подвижница, исповедница, из женского рода в России, я никого не могу рядом с ней по этим параметрам поставить. Она смело выступала и рассматривала дела правителей. Чего стоит её разбор поведения Ельцина и Путина в комсомольской правде? 25 января 2000 года, страница 7. Кавычки открываются. У России ночное и дневное сознание. Когда эти люди в бывшем Кремлёвском дворце коммунистических съездов говорили о нравственности, а христианская позиция и есть позиция высоконравственная, они использовали христианство в демагогических целях. Жириновский много паясничал, менял маски. Зюганов, коммунист, до сих пор не покаялся за то, что сделали его собратья по коммунизму, уничтожившие миллионы людей. О какой нравственности может идти речь? Я поняла, что Ельцин неверующий. Потому что он не знал, как себя вести во время благословения. Он стоял, опустив руки по швам, как солдат. А нужно было, когда его благословлял патриарх, сложить руки для благословения одна на другую на уровне груди. И в это время их крестит священнослужитель. А он целует благословляющую руку. Было ясно, что Ельцин этого не знает или же не хотел унизиться. Ельцин очень много себе позволял. Самая главная его беда, что он не довел суд над коммунизмом до конца. Почему Германия не смогла восстановиться? Потому что пережила Нюрнбернский процесс. Процесс очищения от фашизма. Мы процесс очищения от коммунизма не пережили. Ельцин был самоуверенным человеком и пьющим, что известно всей стране. Президентом должен был стать человек, не знавший этого антидуховного климата, этой отравы власти советской. Может, мы и сейчас обречены, потому что готовы выбрать человека, пришедшего из очень страшной структуры, пронизанной духом советской порчи. Я говорю о Путине. Как человек, раненый спецслужбами, я не могу с доверием отнестись к словам Ельцина. У меня был следователь, на которого ушел почти год, драгоценный год моей жизни. Я не помню, чтобы слово «совесть» что-то значило для него и его коллег. Путин – человек спецслужб. Священники окропляют святой водой корабли и конторы. А они должны окроплять сердца верующего, для того, чтобы оно было жертвенным и честным. Сама церковь в бедственном положении. Она не покаялась и не призвала народ к покаянию. Все патриархи, все митрополиты не были выбираемы. Они были назначаемы КГБ. Эти документы открыты. Открыты архивы. Кавычки закрыт. Откровение 22.12 «Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Субтитры создавал DimaTorzok